здрасте дорогие подписчики и гости канала проще простого спасибо что вы опять со мной спасибо что зашли на мой канал спасибо что смотрите особое спасибо что подписываетесь поддерживаете мой молодой канал на котором я представляю самые простые заметьте самые простые самые проверенные вкусные способы приготовления разных блюд разных напитков и даже ремонта поверьте мне если я сам не испробовал до того как выложить что-то я никогда не выложу и так сегодня по заказу некоторых подписчиков мы будем делать самым простым способом водку абсолют ну либо подобие водки по заказу некоторых моих подписчиков я хочу сегодня выложить видео как сделать подобие водки абсолют но это абсолют не курант не смородиновая водка но водка собственно говоря все мы знаем что хорошая и кто пробовал водку абсолют именно черно-смородиновую знают ее вкус и после того как сделают по моему рецепту подобие скажем так этой водки могут сравнить и убедиться что она получилась не хуже она сделана из натуральных продуктов никакой химии там нет она получилась даже лучше итак приступим на друзья что нам для для этого понадобится сухая черная смородина у меня сухая я думаю и свежий тоже будет хорошо у меня с собой сейчас свежие нету но обязательно напишите если кто-то со свежих ягод сделает пожалуйста напишите в коментах как у вас получилось у меня сухая черная смородина и в этом году я насушил вот таких вот черно это черной смородины листья листья черной смородины они имеют тоже очень хороший запах приятный ну естественно моя легендарная джин корзина я думаю что самая простая джин корзина во всем интернете у меня есть видео джин корзина из простой банки кто хочет пожалуйста смотрите я там полностью описал весь процесс приготовления да тут и приготовления то нету ситечка от чайника и банка друзья я не знаю что может быть проще ничего не надо сверлить точить на токарных станках результат изумительный уверяю вас итак приступим друзья итак засыпаем в джин корзину смородины вы знаете я даже полную джин корзину засыпать не буду вот половинку и и ложу парочку штучки 3 листочка сухих смородины многие скажут может быть можно просто с листьями смородины но я уже друзья так как-то делал получается очень рисковатый запах с просто с листьями и сегодня будет именно половина ягоды ну можно не половину кто у кого сколько будет и немножко смородиного листа все засыпали в джин корзину в ситечко и отправляем джин корзину собираем с аппаратом вместе сухопарник итак 4 сухопарника последовательно у меня стоят теперь последний сухопарник мы заменяем на джин корзину делается это просто как видите одним движением руки я снимаю скобку и убираю банку вот и все друзья вместо нее я вешаю вот таким образом ситечко и ставлю его в банку вот и все друзья теперь мой последний сухопарник превратился в джин корзину почему последний спросите вы почему не сделать первым или вторым да потому что друзья все эфирные масла все вкусовые масла прекрасные должны попадать в самогон если мы сделаем в первый или во второй они будут проходить степень очистки постепенно и улетучиваться поэтому только в последний друзья итак головы у меня уже откапали друзья вот посмотрите сколько уже много скопилось жидкости в каждом сухопарнике и вот посмотрите как себя ведет джин корзина вся трава и ягода разбухли а здесь прекрасно бодренько все капает запах уже стоит сумасшедший итак друзья первый прогон у меня прошел получается где-то около литра набирается у меня Сэма вот посмотрите хочу обратить внимание в джин корзине посмотрите сколько набралось жидкости в каждом сухопарнике ну стакана по полтора здесь уже окрасилась ягода спирты которые проходили через нее окрасили и посмотрите сколько жидкости почти до дна ситечка дошло но у меня как раз закончился прогон сейчас я полностью все это солью и загружу заново ягоды и листочки но можно конечно если у кого нету оставить все то же самое и прогонять второй прогон в кубах единственное что воду надо обязательно слить эту всю она нам абсолютно не нужна и чтобы не кипело то есть жидкость не должна быть соприкасаться с ситечком чтобы не было у нас вкуса компота еще раз говорю кто-то кто-то говорил можно просто засыпать в банку ягоды листья и просто как барбатер делать нет друзья уверяю вас нет нет и нет кто это делал и кто сравнивал со мной согласятся это будет вкус компота именно вареных этих ягод но никак не эфирные масла душистые свежие и чистые абсолютно друзья другой вкус поверьте мне на слово итак сейчас сливаем все засыпаем новую порцию у меня слава богу есть и ягоды и листочки и ставим на повторный перегон итак друзья я разбавил до 40 градусов сэм и что хочу сказать не надо его пропускать ни через какой уголь ни через какие фильтры вот моя система 4 сухопарника дает просто отличное очищение там не требуется уже ни угля тем более марганцовки но марганцовка это уже вчерашний день тем более доказали что это не только бесполезно но еще и вредно марганцовым кислым калием очищать так вот не буду вас долго мучить разбавил я до 40 градусов оно постояло немножко конечно надо постоять ну хотя бы неделю или две чтобы оно стало гораздо мягче гораздо приятней но тем не менее тем не менее что я хочу сказать сейчас вот итак какое отличие хочу сразу сказать в водке абсолют нет сладкой нотки вот я не знаю что это дает наверное думаю что ягоды дают сладкую нотку если просто наверное я на листьях бы делал скорее всего получилась бы именно та гамма вкусов которая которая идет в водке абсолют здесь здесь пахнет смородиной но почему-то вот друзья мне отдает сладким даже каким-то вот сладкими ягодами я не знаю хуже это или лучше для вас по крайней мере но мне это непривычно я просто пил смородиновую водку и знаю ее вкус а это друзья ну получилось вкус есть смородины я ничего не говорю причем хороший его очень хорошо слышно но вот отдает именно сладкими нотами сладкими ягодами почему-то не знаю друзья почему ну посмотрим на вкус пьется очень приятно сладкие нотки остались но оно абсолютно не сладкое как вы понимаете потому что это дистиллят но в общем пробуйте друзья этому рецепту имеет место как говорится ладно спасибо спасибо что посмотрели буду стараться для вас выкладывать новые рецепты пишите пожалуйста что бы вы хотели увидеть и по крайней мере чтобы сделать кое-какой рецепт и чтобы он был не сильно заморочен проще простого спасибо всего ставьте лайки если хотите подписывайтесь поддержите мой канал а если нажмете на колокольчик будете первые получать извещения о выходе моих новых видео пока пока пока